Всем привет! Сегодня мы будем разбирать айсберг Роблокса. Для тех, кто не знает, что такое айсберг, сейчас объясню. Айсберги разных игр вещей, в них содержится куча страшной информации о том или ином объекте. Верхушка самая не страшная. Середина уже страшнее. Не самая страшная и жуткая. Проще говоря, чем ниже страшнее. Ладно, не буду тянуть, погнали. Админы жадные. Как вы знаете, везде существуют правила также и с Роблоксом. Некоторым игрокам не нравится они и поэтому они говорят, что админы жадные. Взломы на Робуксы. Все же мы знаем, что существует куча сайтов и взломов на Робуксы. И существуют еще спамеры. В краткости спам это постоянная или частая отправка сообщений или чего-либо почти каждую секунду. И они могут спамить такими ссылками и, как все знают, если перейти по ним, можно получить вирус на свое устройство и плюс еще могут забонить или вовсе забрать аккаунт себе. 18 марта. Все мы знаем аккаунты Джин Доу и Джей Доун. Эти тестовые аккаунты двух модераторов Роблокса на них когда-то давно уже не заходили, но одним прекрасным днем туда кто-то зашел и играл. После этого инцидента больше на них не заходили. И между игроками появились слухи, что 18 мая-то они всех взломают, ну и очевидно, что это не произошло. Потеря значка доверия. Значок доверия означает, что игра не содержит взрослого контента и, как мы знаем, в Роблоксе есть дети от 7 лет до 14 лет. Так вот, когда-то Роблокс потерял этот значок, ну естественно, это из-за детей и подростков, делающих игры с таким контентом. Покемон кирпичная бронза. Один игрок Роблокса создал плей с покемонами. Игра была довольно-таки очень классной, но когда компания Нинтендо это заметила, тут же попросила удалить игру, так как там были взяты текстуры именно из игры про покемонов. Без разрешения по итогу игру переименовали и переделали. Бан Пьюти Бай. Да знаю, звучит непонятно, но сейчас объясню, когда один человек стримил Роблокс и внезапно его забонили, он попросил, чтобы его подписчики попросили Роблокс разбонить его, и так как случилось, по итогу Роблокс разбонил его. Блокси стал классифицированным. Раньше в Роблоксе была вот такая статуэтка. Ее давали за самые лучшие карты и режимы, многие игроки считали, что призы подстроены, и до сейчас это уже удалено, конечно, жалко, ведь была красивая статуэтка. Роблокс против Лево. Раньше у кубиков немного была похожа сверху текстура, будто это не Роблокс, а Лево Лево попросила, чтобы это убрали, и по итогу сейчас там не круги, а квадраты. Теперь мы переходим на середину айсберга. Гости это боты. Сейчас расскажу о гостях. Раньше была функция не регистрировать аккаунт, но у гостей был минус. Они не могли писать в чат, даже если могли это были читы, но писать они могли что угодно. На них нельзя было кинуть жалобу и кинуть им запрос в друзья. Они просто не отображались в списке игроков на сервере, и они не могли сменить скин, вот как они могли вглядеться. Сзади у них было написано «Зарегистрируй аккаунт», чтобы изменить свой внешний вид. Ну вот теперь этой теорией про гостей ботов на самом деле это просто неправда, ведь люди были гостями. А бота нет. Бан Ленд. Это место, в которое любой игрок после бана попадает туда, но очевидно, что это выдумка. Угроза Джулиас Колес. Это был один из модераторов Роблокса. Произвестен он был тем, что у него было много скопированных игр, и говорил он, что они якобы его еще бесплатные модели, сделанные игроками. Он тоже говорил, что они его однажды его скопированная игра Дифининтовон Афроблокси была удалена модератарами, но он снова ее создал. Есть утоп-канал, но к чему я это говорю, однажды он выпустил видео с угрозами и плохими пожеланиями к Роблоксу. Данное видео можно найти с вот этому запросу. Угаданные пароли аккаунтов. Все же мы знаем, что когда мы регистрируемся в Роблоксе, нам нужен пароль, и он у некоторых может быть легким, к примеру, 1, 2, 3, 4, 5, Павлин, так вот и ваш аккаунт сразу взламывают. И это все из-за подбора пароля. Инцидент на стриме благотворительности. Где-то в 2014 году Роблокс устроил стрим в 20 часов, он был о сборе денег на благотворительность. И когда стрим должен был закончиться, они его не закончили, а просто отключили камеру, и по итогу те, кто проводил стрим, начали говорить о каких-то своих делах, материться, обзывать высшее руководство Роблокса, и свои взрослые проблемы по итогу их уволили. Призрак восхода апокалипсиса. Это одна из популярных игр Роблокса. В этой игре игроки постоянно замечали глюки и баги, некоторые считали за паранормальные явления. По итогу появилась легенда, что в этой игре есть призрак еще, кстати, там пропадали игроки со всеми предметами, или просто умирали от урона, хотя рядом не было ни зомби, ни. Но как по мне, это просто пример баганой карты. Роблокс Плюс Кейлогер. Роблокс Плюс это расширение для вашего браузера, его создали некоторые разработчики Роблокса, и оно добавляет некоторые функции, и есть легенда, что это расширение крадет ваши данные браузера. Я думаю, вряд ли разработчикам Роблокса такое нужно. История поиска на Некст Левале. На втором стриме Роблокса о благотворительности люди по случайности спалили свою историю поиска, и среди всего там был сайт для взрослых. Люди это долго обсуждали и писали об этом, но Роблокс удалил их посты и банил их только, чтобы забыть об этом. Удаленные формы. Роблокс удалил их полностью. В этих формах были все эти неловкие ситуации, и некоторые из них мы уже обсудили и удалили из, чтобы не портить репутацию игры. Бан в Арабских Эмиратах. Скорее всего его ее там из-за того, что дети могут набраться всяких выражений и говорить их вживую. Я думаю на этом можно кончать, и допишите пожалуйста свои задания, которые можно выполнить в Роблоксе после разбора айсберга. Я буду выполнять ваши задания, ну а на этом все, спасибо за просмотр, пока-пока.